Добрый день, с вами снова МЗАП. Не прошло и недели, как мы снимаем очередное видео про Махав. У автомобиля 42 тысячи пробега. Новый Махав. Специально посвятим ему такое большое прям видео подробное. Непонятно, чем это все закончится. И все это будет от той самой мочевине, которую отшивают. Если раньше мы встречались только с забитыми коллекторами и какими-то такими небольшими проблемами. Плохая тяга, расход топлива и что-то еще. Подергивание коробки у нас было, то есть также из-за этого. То в этот раз все по-крупному и все серьезно. Забило всю систему впуска и выпуска от начала до конца. И я так понял, что клиент решил старым воспользоваться дедовским способом. Что якобы сейчас я выйду, дам ей и все поедет. Но случилось страшное. Турбина на сбросе газа непонятно сломала или заклинила вал. Она захрустела и заклинила. То есть сейчас она встала полностью. Коллектор вот, уже видели, да? Что здесь? Ну здесь просто, здесь даже палец не просунешь в отверстие. Но это не самое страшное. Самое страшное то, что клиент очень сильно боялся того, что сколько осталось, на щупу не было масла. При нем, когда ее сегодня пригнали на диагностику, слили масло. И он говорит, что 4 литра он залил на стоянке у нас, чтобы догнать до уровня, но у него это не вышло. В итоге мы слили ровно 4 литра, и того оставалось 3 литра масла в двигателе. То есть, по его словам, он проехал, после того, как пошел белый дым, он проехал 300 метров, она заглохла. Ну и если бы проехал еще бы 300, я думаю, что все, как бы на этом все закончилось. Где-то вроде бы, как клиент сказал, что с него запросили за работу там 250 тысяч, но непонятно за какую работу. Вообще непонятно, то есть он как бы здесь, когда я ему показывал, что турбина заклинила. Ну, у нас в принципе точно так же будет. Приблизительно 250, но это будет полностью с новой оригинальной турбиной, со всеми расходниками. И то там 250 не выйдет, 230. По работе 98. 98. Сейчас привести все это в порядок. Турбокомпрессор вроде бы как в районе 120 тысяч, но под заказ вроде бы месяц. Также прокладки к турбокомпрессору, прокладки к пускному коллектору. Эти прокладки все есть в наличии у нас. Не буду расспрашивать клиента, что случилось, где он был, кто ему это отшивал, кто ему посоветовал. Так как он является подписчиком нашим, поэтому вы можете там же под этим видео и задать как раз, я думаю, что сам хозяин этого авто, когда мы сделаем, будем надеяться, что вот этим все обойдется у нас. Закончим, и у него уже вы отписываетесь, и у него и спрашиваете, кто ему делал, зачем это делал, сколько он проехал после этой прошивки. И, ну, вот, то есть все нюансы можно будет, если кого-то интересует, можно будет узнать у него. Потому что, как бы, ну, нет смысла, я вообще считаю это полным бредом. На машине стоимостью 6 миллионов заехать к какому-то чуваку, и он говорит, друг, я тебе сейчас отошью, залю новую прошивочку, ничего не надо, даже не будем открывать капот, и будет тебе счастье. Ну, вот оно, счастье, как бы, вот здесь сейчас оно и закончилось. И я очень надеюсь, что мы обойдемся только вот этим. То есть, что мы делаем? Мы делаем то же самое, что и всегда. Да, сейчас вытаскиваем коллектора, все вымываем, вычищаем, удаляем экологию, глушим клапан EGR. Турбокомпрессор заклинивший, мы его снимаем, разбираем, покажем вам. Разбираем, нам надо, главное, добраться до вала основного и понять, причиной у нас был избыток давления, то есть привел к этому, или же голодание масла. Если голодание, то вал будет синий, черный и так далее. Во-первых, ну, голодание масла на пробеге 42 тысячи, ну, смешно, это первое. Второе, этот двигатель у нас не страдает голоданием масла, поэтому... Слили масло, стали крутить двигатель, стали крутить двигатель руками, прокручиваем, и в районе первого цилиндра его стало закусывать. Но закусывать стал не вкладыш. То есть, если постепенно, то есть прокруче, прокруче, то есть его прямо отбрасывало, все отлично. И потом он потихоньку, потихоньку и пошел. А оставшиеся все цилиндры, то есть прокрутились нормально, спокойно, дошли опять до первого, и снова у нас был уже затык небольшой. Такая, как бы чувствовалась нагрузка, но уже меньше. То есть, первый раз она клинила, второй раз была нагрузка, но с трудом прокрутилась. Это говорит о чем? Что масло с интеркулера попало, судя по коллектору, вот у нас сразу попадает в первый. Сразу в первый цилиндр. То есть масло попало, и попало в камеру сгорания в большом объеме, и поршень просто уткнулся. В нем у нас есть поршник, залило саму камеру, и поэтому он у нас клинит. Очень надеюсь, что гидроудара не было. Вроде бы, как Клент говорит, что какие-то были звуки, непонятно, были, нет. Мотор сейчас вот еще раз покручу, то есть крутится он хорошо, то есть он отбрасывает, крутится, вертится, все вроде бы как, все в порядке теперь. Вот она чувствуется, то есть компрессия, мотор. То есть если вот он нас откидывает назад, это говорит о том, что вкладыш его не держит. Вот не знаю, сейчас опять в районе первого, будет ли он так делать. Вот тут отлично проворачивается. Вот в одном месте, вот он, там где масло попало, там компрессия будет побольше, и прокручивать будет труднее. В нашем случае там сейчас, ну может быть треть масла в интеркулере, мы его будем снимать. Снимается полностью пакет. Снимаем вот здесь вот сверху декоративную пластиковую защитку. Откручиваем полностью пакет. Сейчас откачали фреон, и полностью пакет вытащим. Разберем, покажем, сколько сольем масла оттуда. Снимаем. 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 Тора, сняли турбину, сняли полностью экологию, выдернули. Интеркулер уже помыл, радиаторы все поставил назад. Машину выгнали, убрали на улицу, потому что по турбине там большой вопрос, когда она будет и за сколько. С масла полностью везде в глушителе, в приемной трубе, каталик, сажевая банка, мочевине масла и коллектор. При обычной стандартной замене турбины на мохав, нам, как и на всех турбинах, нужна прокладка слива, прокладка выпуска и прокладка приемной трубы. Еще здесь снизу стоит резиновое колечко, тоже надо обязательно менять. Смотрим сюда, ее почему-то перегнуло, не знаю, все, она прям колом встала. Здесь видно, что ее прям погнуло лопатки, нет, ломало, а погнуло. И также вот при попытке прокрутить ее, нет, она не вращается. Наша задача сейчас вытащить вал и убедиться, что он умер от передува, а не от голодания маслом. Вот он задир на корпусе, есть уже выработка, то есть она выработала. И вот в таких случаях, когда говорят, сейчас поставим картридж и помчимся, помчаться вы не помчитесь. Поехали, она поедет, но уже все это будет намного хуже, чем заводская. И вполне возможно, что будет что-то подцвистывать, гудеть там на прогретую, на холостых. Или наоборот, ну вот она прям вообще прям мертвая. И то есть прям погнуло на ней лопасти. Если разбирать турбину на холодную часть, метку надо ставить, наносить между картриджем и холодной улиткой, то на горячую не нужно, у нее там есть направляющая. Геометрия, кстати, нормально ходит. Трубку подачи, кстати, не сталкивался, чтобы забивало ее там чем-то или что-то происходило. Гаечка. С этой стороны все шикарно. Повреждена только наружная часть. Вот он, вал у нас вращается. Вал в идеальном состоянии. То есть здесь тоже упорный подшипник, проблем никаких нет. А вот с другой стороны, вот смотрите, у нас где был износ. Вот смотрите, у нас задир здесь и внутри здесь. Внутри в подшипнике, в самой турбине, все в порядке. Ну что, вот увидели, разобрали. То есть нету ни намека на голодание масла. То, что я и предполагал. Втулка, это как раз в холодной части, отсюда наставляется. То есть здесь нет ни одного задира. Это средняя, туда, куда идет именно подача масла. То есть вот отсюда у нас с картриджа. И еще одна точно такая же. Осталась вот из горячей части. Она осталась внутри. Я не могу ее вытащить. Потому что вот этот вал с гайкой был избыток. Был избыток. И две силы боролись за то, кто сильнее. Так происходит, когда, так как мы знаем, что турбина у нас раскручивается за счет выхлопных газов. Но так как выхлопная часть забита, а впуск уже пошел, они сталкиваются и разрывают ее. Обычно это происходит как? Откручивается вот эта гаечка. Она у нас также балансируется, затягивается с определенным усилием. В этот раз она не открутилась. Она наоборот. То есть турбина, если вращается, то есть по часовой. Вышло так, что вал с крыльчаткой просто вот так сдавили. Все зажали. То есть гайка от нагрузки стала закручиваться. Здесь левая резьба стала закручиваться и затянула до упора. Вот они следы на горячей крыльчатке и также на корпусе. Вот здесь и на шайбе. А внутри все хорошо. То есть делаем вывод. Причиной стала забитая экология. Напомню, как многие уже чувствуют, что плохая тяга, повышается расход топлива. То в этом случае, видимо, решили дать угля, так сказать. И получилось вот это. То есть все поломал. Этот турбокомпрессор под восстановление уже не пойдет. Это бесполезно. Потому что новый картридж. Кто-то скажет, что можно поставить новый картридж и поехать. Нет, выработка здесь, выработка здесь, выработка в геометрии. Удар был лопатками. Вот он прям здесь, сильные задиры. Все вот эти зазоры, они потом сильно скажутся. Это первое. Второе. Картриджа вот этого блока оригинального не бывает. Как там пишут, кто-то говорит, вот у нас тут французский, немецкий. Нет, ребятки. Все китайское. Все абсолютно. Только есть китайцы лучше делают, хуже делают. Ну, как-то кто-то ставит, кто-то ездит. Согласен, да. Только на каких-то машин шинах работает. Вот уже с электронным блоком управления. Вот он, псевдопривод. С этим блоком управления, к сожалению, уже ремонт не поддается. То есть, да, ремонтируют, да, ездят. Но есть жалобы, 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 жалобы. То есть, свист, шум, плохая тяга, плохой подхват, захлебываются или что-то еще. Ну, вот такие моменты. Ну, разобрали. Все выяснили. Сейчас, скорее всего, мы будем ждать турбину. Турбину вроде как объявили, что месяц под заказ. По стоимости вроде бы как 120 тысяч. Не знаю точно. Через месяц она может стать уже все 140 или дешевле. Не знаю, как это будет на самом деле. Но если будет возможность, то снимем, все поставим. Как все вышло, сколько работает, сколько стоит. Если будет возможность. Ну, все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok